Здравствуйте! Программа «День города» на ваших экранах в студии Марина Комиссарова. Смотрите в ближайшее время. Провальная неделя. Асфальт в городе продолжает уходить прямо из-под ног. В сезон выпускных клятву Гиппократа принесли студенты лечебного факультета РЯСГМУ. Паркуйтесь внимательнее. Бетонный забор упал на оставленный рядом автомобиль. Провальная неделя продолжается. На этот раз провалился асфальт на мосту возле цирка. На месте побывала наша съемочная группа. Вместе с дорогой рядом с Кремлевским валом начали разрушаться и рязанские тротуары. Не прошло и недели после последнего обрушения, как из-под ног рязанцев стали уходить и пешеходные зоны. Сначала в понедельник 3 июля провалился тротуар на улице Соборной. Теперь обвал случился на улице Ленина. К сожалению, эта неделя богата на подобного рода происшествия. Очередной обвал произошел на мосту рядом с рязанским цирком. Почему произошло обрушение, выясняют специалисты. Пока яму на тротуаре не заделали, а только оградили. Все еще неизвестно, из-за чего все-таки рязанские улицы стали уходить под землю. Из-за провалившегося на Кремлевском валу дорожного покрытия в конце прошлой недели движение в центре города было парализовано. Минули выходные, а улица все так же перекрыта. Выяснилось, что асфальт начал проваливаться дальше, несмотря на работы. Поэтому потребуется более серьезное вмешательство, чтобы предотвратить полный провал. Провал асфальтового покрытия на дороге, проходящей вдоль Кремлевского вала, явился причиной немыслимых пробок, а также стал объектом шуток. В социальных сетях эту улицу предлагают переименовать в Кремлевский провал, а некоторые пользователи считают, что причиной аварии стали ловушки для дотара Монгол, которые сработали через несколько столетий. Но на самом деле ситуацию веселой не назовешь. Причиной несколько провалов асфальта, произошедших один за другим, все в том же коллекторе, повреждение которого привело к самому первому обрушению, случившемуся 27 июня. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Специалисты отмечают, что рано или поздно подобное должно было произойти, ведь этому участку коллектора более 50 лет. По информации водоканала, при наличии средств замену труб планировали провести здесь в 2018-2019 годах. Однако случившиеся разрушения вынудили обратить внимание на этот участок чуть раньше. Где же гарантия, что износ других коммуникаций, находящихся под землей, не станет причиной очередных аварий? Статистика ведется, обследуется той же телеинспекцией, о которой я говорил. Еще раз подчеркну, при наличии финансирования проводится работа. Однако возникающие то тут, то там довольно глубокие ямы и провалы заставляют горожан нервничать. Складывается впечатление, что вскоре вся Рязань окажется под землей. Но специалисты успокаивают. В районе Кремлевского вала опасности обрушений точно нет. Работы здесь ведутся круглосуточно. Закончить их планируют в 20-дневный срок. Конечно, в том случае, если погода позволит придерживаться установленного графика. В связи с ремонтом движения автотранспорта вдоль Кремлевского вала будет перекрыто вплоть до его окончания. Помните об этом при планировании передвижений по городу. Бетонный забор обрушился прямо на припаркованный рядом автомобиль. Кто виноват и как автовладельцу возместить ущерб? В следующем сюжете. Череда происшествий в Рязани продолжается. На этот раз забор упал на автомобиль во дворе дома по улице Вишневой. Пострадавших нет. На место прибыли сотрудники управляющей компании. Они поделились своей версией случившегося. Ну, плита уже со временем. Прочность потеряла свою. Плюс ветка еще. Деревья мокрые. Завалило плиту. Дерево упало на плиту и плита дальше ухвала. Муж владелец автомобиля отказался комментировать ситуацию. У него есть забота поважнее. Как рассчитать ущерб и кто будет выплачивать компенсацию? В данной ситуации понятно, что человеку необходимо требовать возмещение ущерба с той организацией или с того лица, который отвечает за состояние подобной конструкции. Понятно, что изначально делается запрос в администрацию города Рязани или в товарищество собственника жилья или управляющая компания. Автомобиль получил серьезные повреждения, которые препятствуют его эксплуатации. На неопределенное время семья осталась без транспортного средства. А между тем неосведомленные автомобилисты продолжают парковаться рядом с аварийным забором. Яма на улице Халтурина, о которой мы рассказывали буквально в прошлом выпуске, исчезла. Отреагировали на наш сюжет сразу. Яму заделали в тот же вечер. Сообщили об этом нам жители близлежащих домов, которые позвонили в редакцию, чтобы поблагодарить. Яму на улице Халтурина практически заделали. Буквально через сутки после выхода нашего сюжета про недоведенную до конца работу службы теплосети яму закрыли бетонными плитами. Дело осталось за малым. Теперь нужно заделывать швы между плитами, как следует засыпать котлован и положить асфальт. Что касается местных жителей, они остались довольны результатом, однако опасаются очередной задержки ремонта. Очень довольны вашим телевидением. Молодцы, вот через сутки приехали, накрыли плитами. Будем ждать асфальт. Но когда асфальт уложат, может тоже долго придется ждать. Буквально в 100 метрах от ямы на Халтурина находится еще одна, которую тоже закрыли плитами. Теперь осталось дождаться, когда на месте оврагов появится нормальное дорожное покрытие. Если у вас возникли проблемы подобного рода или вы не можете добиться ответа от муниципальных служб, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 70 00 21. В Рязанском государственном радиотехническом университете стартовало новое трудовое лето. За полтора месяца начинающие электроэнергетики и электротехники на практике узнают все тонкости ремесла. О том, какие задания ставят перед собой ребята и их наставники, в репортаже Галины Ершовой. Только лучшее из лучших. Чтобы попасть в отряд электросетевого комплекса Рязанского государственного радиотехнического университета, нужно хорошо учиться, принимать активное участие в жизни вуза и заниматься спортом. Конкурс в отряд традиционно высокий, а предпочтения отдают тем, кто планирует связать свою жизнь с электрическими сетями. Олег Пирогов хочет пойти по стопам отца и сделать электроэнергетику семейной традицией. На первый взгляд может показаться, что полтора месяца работать летом – это неблагодарное занятие. Но это очень хороший опыт, это очень хорошее впечатление, это общение с людьми, которые в этом работают, это общение со своими товарищами. Это не просто летнее развлечение. Работа в строотряде приравнивается к производственной практике, где помимо навыков студенты Рязанского государственного радиотехнического университета получают запись в трудовой книжке, а также хорошую зарплату. Набор в отряд начинается за год до его отправления. На протяжении этого времени студенты осваивают прикладную профессию, сдают экзамен и получают соответствующее удостоверение. Кроме техники безопасности и электробезопасности обучаем студентов рабочей профессии, которая так и называется рабочей люльки или автовышки и автогидроподъемника. Это необходимо для того, чтобы студенты могли работать на воздушных линиях электропередачи. В этом году отряд уже четвертый раз отправился работать на объектах предприятия «Рязанинерго». Своё мастерство и желание постоянно развиваться студенты покажут в рязанских, приокских и сасовских электрических сетях, помогая подготовить их к осенне-зимнему периоду. Студентам необходимо выполнять работы по монтажу, демонтажу электрооборудования. Они изучают правила и технологии преобразования, трансформации, распределения электрической энергии. То есть они работают на электрических подстанциях трансформаторных и воздушных линиях электропередачи. Стоит отметить, что студентам Рязанского государственного радиотехнического университета предстоит работать на равных с сотрудниками предприятия. Традиционно они демонстрируют высокий уровень подготовки и трудолюбия, благодаря чему справляются с большинством поставленных задач. Мы сегодня предлагаем им это реально ощутить и предлагаем им реальную работу, с которой они будут сталкиваться, выбрав сегодня свою специальность. Поэтому этот стройотряд реально будет работать на действующих объектах, естественно, под нашим надзором, с наставниками. По итогам работы члены отряда «Потенциал» готовят творческие и производственные отчеты, а также принимают за счастье в конкурсе на звание лучшего студенческого отряда электросетевого комплекса страны. Ежегодно ребята входят в пятерку лучших из почти 80 отрядов участников, а в Центральном и Приволжском округах занимают первые места. Выпускной в Рязанском государственном медицинском университете всегда отличается особенным антуражем. Сегодня главную клятву жизни, клятву Гиппократа принесли выпускники самого многочисленного в медуниверситете лечебного факультета. В Рязанском государственном медицинском университете завершились выпускные вечера. В понедельник получили дипломы иностранные студенты. Во вторник студенты фармацевтического, медико-профилактического, стоматологического факультетов, а также факультета среднего профессионального образования. И в среду 5 июля 333 выпускника лечебного факультета собрались в Рязанском дворце молодежи на торжественное вручение дипломов. Этот выпуск для лечебного факультета особенный тем, что впервые специалисты могут идти в практическое звено. То есть наш диплом стал сразу применяем без дополнительного образования. Они могут идти работать в первичное звено. И надеюсь, что они там будут, безусловно, потому что потребность кадра как раз она есть именно на этом направлении, сейчас достаточно серьезная. В этом году почти 600 молодых специалистов вышли в систему здравоохранения из Рязанского государственного медицинского университета. Однако не все пойдут сразу работать. Кто-то отправится в ординатуру, как Анна Мартынова, приехавшая учиться в Рязань из Подмосковья по целевой программе. На протяжении трех лет я возглавлял студенческое научное общество. И мы помогали с ребятами, которые активно занимаются научной деятельностью, а также привлекали других студентов к занятиям наукой. Я думаю, что у нас это получилось. У нас сложилась очень добрая и активная команда. И надеюсь, они продолжат свою работу уже без меня, но я буду помогать им. Анна увлечена изучением строения человеческого тела и хочет связать себя с рентгенологией, компьютерной томографией и МРТ. А вот другая выпускница продолжает династию врачей в своей семье и теперь мечтает стать хирургом. Мне кажется, что это один из лучших институтов по той простой причине, что здесь теория напрямую переплетается с практикой. Мы можем заниматься наукой. Нам в этом всегда помогают лучшие преподаватели, профессора, доценты и все сотрудники кафедры. Кому ты хочешь, подошел, обратился. После чего ты, научившись теорией, можешь идти свободно в практику. Практика начинается с кружков, где мы можем оттачивать свои навыки в зависимости от того, какую специальность человек выбирает. И в последующем максимально работать, например, в Этлабе. То есть у нас есть такая структура, как в Этлаб, где мы можем в условиях практически реальной операционной работать с живым существом. Рязанский государственный медицинский университет славится своими специалистами, условиями для обучения студентов, материально-технической базой, которой он обладает, а также связями с медицинскими учреждениями, где студенты могут проходить практику. И выпускной этого профильного вуза посетил глава региона Николай Любимов. Знаете, я, честно говоря, как глава региона горжусь тем, что у нас такой усть есть, потому что он известен за пределами далеко Рязанской области, потому что здесь занимаются не только учебой, образованием, но и наукой, тем, что здесь есть очень серьезное оборудование, которое, наверное, в некоторых зарубежных иностранных европейских странах мы встретим, и люди могут учиться на этом оборудовании, делать все, чтобы было комфортно и очевидно. После вручения дипломов о высшем образовании, почетных грамот и поздравлений в свой адрес студенты выпустили в небо все те шарики, с которыми на протяжении церемонии с удовольствием играли дети. Так что радость от мероприятия получили все гости, собравшиеся на выпускном Рязанского государственного медицинского университета. Новые возможности для обучения и трудоустройства. В регионе подписано соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования между Рязанским приборным заводом и филиалом Политехнического университета. Проект позволит обеспечить целенаправленную подготовку специалистов. Профильные программы будут разработаны для студентов 3-4 курсов. В учебный план включат дополнительные дисциплины. В зале в основном молодые специалисты, студенты политеха и выпускники, которые уже работают на Рязанском приборном заводе. Предприятие с ВОЗом взаимодействует не первый год. Подписанное соглашение позволит вывести сотрудничество на новый уровень. Согласно документу, на базе приборного завода создается кафедра мехобработки новых сплавов, где будут готовить технологов машиностроения для оборонного комплекса страны. Для студентов разработают специальные учебные программы. Полученные знания они смогут применить на практике. Главный способ обучения – практика ориентирована на обучение. Теория в институте, практика на производстве. И вот эта неразрывная связь с теорией, с практикой, она позволяет сегодня готовить тех специалистов, которые необходимы и руководителю предприятия, и заводу, и тех специалистов, которые сегодня востребованы экономикой региона. Это углубляет и расширяет возможности выпускников самих. Они уже готовы к реальной деятельности. Ну и это, естественно, очень полезно. И предприятию, которое получает уже новых специалистов, вполне готовых для начала реальной работы. Причем на более высоком уровне. Это, конечно, очень правильная линия, которую можно только приветствовать. Летчик-космонавт Владимир Аксенов стал почетным гостем церемонии. Он сам когда-то учился и проходил практику на предприятии. Говорит, рабочая профессия пригодилась даже в космосе. Вести профориентацию молодежи на получение тех специальностей, которые востребованы на крупных предприятиях. О важности такой работы неоднократно говорил глава региона Николай Любимов. Николай Викторович поставил перед нами задачу с тем, чтобы на новый уровень вывести именно систему подготовки молодых специалистов, подготовки кадров для наших предприятий. Как мы понимаем, Рязань – это промышленный центр. И приход молодых людей, которые закончили высшую школу, он просто необходим. Мы надеемся, что создание кафедры механической обработки легких способов позволит нам решить кадровую ситуацию по восполнению дефицита высококвалифицированных кадров именно в этом направлении. Благодаря этой кафедре мы будем решать вот эту проблему со специалистами. Договор подписан в рамках проекта «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона». Он инициирован коллективом приборного завода, получил поддержку Политехнического института и региональной власти. По задумке авторов, он позволит создать кадровый резерв на предприятии и даст возможность молодым специалистам трудоустроиться сразу после получения диплома о высшем образовании. Ирина Карпова, Денис Левин, Новости, Рязань. Ежедневно, проходя по улицам города, мы встречаем то тут, то там памятные таблички, мемориальные доски с названием, именем и исторической справкой. Но кто узнает истории домов, чтобы создать такие доски, расскажет Валерий Сюдов. Создатель Рязанского сада камней Арсен Бабурин не останавливается на достигнутом. Параллельно с этим проектом он развивает и другие. И планы его очень амбициозные. Меня интересует просто вся историческая составляющая города Рязани. Потому что Рязани 900 лет, за это время накоплено очень много исторических событий людей, которые здесь были. Потому что вся история России, она так или иначе отразилась на городе Рязани, на Рязанской области. Сосредоточиться краеведу захотелось на периоде Великой Отечественной войны. Многие рязанцы и не догадываются, каким был наш город в те страшные года. Все время считается, что боевые действия... То есть Рязань поучаствовала в войне где-то там на периферии. То есть у нас больше всего героев Советского Союза, даже больше, чем в Москве. Смотрел, интересовался эту историю. В 40-х годах прошлого века население нашего города составляло порядка полутора миллионов человек. А в Москве 4 миллиона. При таком соотношении населения количество героев имеет обратную пропорцию. Около 400 рязанцев и 200 человек москвичей. О таком количестве героев нашего города, по мнению краеведа, люди должны знать. Сейчас почти всем героям установлено на домах, где они жили мемориальные доски. Тоже 3 мая в этом году у нас такие выявления открылся на доме, где был дом Узумруд, улица Ленин, дом номер 2. Там вторая доска, то есть там два героя Советского Союза жило. Во многих школах будет 1 сентября, мы надеемся, на 8 школе откроется доска Вожеркина, Герой Советского Союза, который там работал в учителе на истории. На строительном техникуме, где оказывается у них три выпускника Героя Советского Союза и полный кавалер Ордена Славы. Но мемориальными досками дело не ограничивается. У реки Павловка уже установлено 11 противотанковых ежей, которые сварили из рельс. В этом инициативной группе помогло Рыбновское депо. Установлены они 2 декабря в честь памятной даты контрнаступления советских войск. Правда, вандалы уже успели украсть 4 ежа. Мы сейчас делаем тот же камень, на котором будет надпись о ходе событий, который будет рассказывать, почему здесь ежи стоят. Город Рязань находился на осадном положении, здесь проходила одна из линий обороны. Вот тогда будет понятно. Тогда надеемся, что эти ежи будут стоять на месте, и что никто просто не посмеет. Вот это тоже еще одна точка непосредственного участия Рязани в Великой Отечественной войне. На вокзале Рязань-1 установлена памятная табличка, которая рассказывает о том, что на деньги рязанцев в период Великой Отечественной войны был построен бронепоезд. На данный момент мемориальными досками отмечены все госпиталя, школы и больницы. Но Арсен Бабурин считает, что и этого недостаточно. Так что работа по увековечиванию памятных событий и героических поступков наших земляков будет продолжаться. Стартовал второй месяц лета, но солнечно-жаркая погода, типичная для сезона, в нашей полосе так и не наступает. Что думают по этому поводу рязанцы, узнаем прямо сейчас. В этом году лето не радует рязанцев жаркой погодой. Кого-то это совсем не огорчает. Жители Рязани рассказали, как они относятся к капризам природы. Нормальное лето, хорошее. Лето не радует. Лето холодное. Не покупаться, не отдохнуть, не позагорать. Не нравится мне такое лето. В огороде у меня плохо, все растет. Не могу сказать, что очень хорошее. Для дачи плохое. А так нормально. Мне нравится дожди. Довольно прохладное. Хотелось бы, конечно, чтобы было потеплее. Конечно, нежелательно такое лето. Плоховато. Постоянные облака, дожди. Это неприятно. Ну, не очень, если честно. Плохое лето, скажем. Лето, но есть лето. Замечательно. Вам все нравится? Ну, мне нравится все. Да, не очень жарко, работается хорошо. Спасибо. Надо радоваться любой погоде. Это лето мне очень нравится. То, что не жарко, то, что можно спокойно работать. Тебя не грызет совесть, что пока кто-то на пляжах загорает, ты сидишь в душном офисе. Специалист Рязанского гидрометеоцентра подтвердила, в ближайшие недели солнечных дней и жары ожидать не приходится. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и температуры воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 7, 8 и 9 июля не обойдется без дождей, местами порывистого ветра. Температура воздуха ночью всего лишь 5-10 градусов, а днем 14-19 со знаком «плюс». Лето – это пора отпусков и отдыха, поэтому не стоит зацикливаться на причудах погоды, встречи с друзьями, ночные прогулки, отдых на природе. Как вы проведете время, зависит только от вас. На этом все новости сегодняшнего дня. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего доброго. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok